18 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, которого подозревают в незаконной депортации детей с территории Украины. Путин стал третьим действующим главой государства, ареста которого потребовал МУС. Но президентов преследовали и другие международные суды, иногда уже после того, как те покидали свой пост. Омар Аль-Башир был первым действующим главой государства, ордер на которого в 2009 году выдал МУС. Аль-Баширу были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, индивидуальные и массовые убийства, пытки, депортации, изнасилования, а также в военных преступлениях, нападения на мирных жителей. Эти обвинения связаны с начавшимся в 2003 году конфликтом в Дарфуре, регионе на западе Судана. По мнению прокуроров, Аль-Башир целенаправленно стремился к уничтожению проживающих там неарабских племён. При этом обвинения в геноциде ему предъявлено не было. Джозеф Кони, предводитель Господней армии сопротивления, стремящийся создать в Уганде теократическое государство, основанное на Библии и Десяти заповедях, возглавил восстание против угандийского правительства в 1987 году. Обвиняется в систематических похищениях несовершеннолетних на заказ для создания армии и детской проституции. Международный уголовный суд в 2005 году признал его в виновном в военных преступлениях и преступлениях против человечества. В ноябре 2022 года прокурор Мус решил привлечь к ответственности Джозефа Кони. Ордер на арест Каддафи, а также его сына Саифа Алислама, был выдан в июне 2011 года в разгар гражданской войны в Ливии. Каддафи заподозрили в преступлениях против человечности, среди которых расстрелы безоружных людей в первые дни и недели массовых преступлений против его режима. Субтитры создавал DimaTorzok